Сегодня воскресенье, значит очередной выпуск Воскресного Кода Дурова уже на канале. Сегодня поговорим про самое интересное, что у нас произошло на предыдущей неделе. Меня зовут Дмитрий Эберман. Начинаем! Код Дурова представляет 1 апреля день, когда ежегодно большое количество людей хотят пошутить друг над другом в сети, и не только в сети. Ну и естественно, большие интернет-корпорации решили не отходить от тренда. И, например, компания Google предоставила уникальную функцию очистки экрана смартфонов. Ее суть заключается в том, что приложение Files активирует некое магнитное поле, защищающее экран устройства от пятен и отпечатков. Функция очищает грязь микровибрациями по разработанным геометрическим моделям. Компания Beeline переименовала себя в Boozline и, естественно, изменила фирменный стиль. 1 апреля на сайте компании Beeline все было изменено в розовые тона. И на самой главной картинке и на главной странице была Ольга Бузова, которая радовалась тому, что у нее теперь плюс еще одна компания в ее портфеле. А сама певица в своем инстаграме указала, что, мол, приобрела 51% акций Beeline и решила переименовать в Boozline. Я купила стабильно качественного мобильного оператора. Добро пожаловать в Boozline! Кот Дурова тоже очень любит пошутить, именно поэтому на этой неделе мы выпустили интересную новость, где Рогозин совместно с Роскосмосом и совместно с космическими войсками Российской Федерации приняли решение сбивать ракеты SpaceX и все, в принципе, ракеты Илона Маска, которые будут покорять космос или, возможно, отправлять людей на Марс. Это, конечно же, шутка, и мы хотели бы, чтобы вы повеселились. И, естественно, если вдруг пропустили эту статью, почитайте ее подробнее, ссылка в описании. Переходим дальше. Помните, мы вам рассказывали о том, как Госдума приняла закон о том, что Роскомнадзор должен будет блокировать ресурсы, которые распространяют информацию, связанную с неуважением к власти? Так вот, первый прецедент произошел. Некий человек в Ярославской области написал, ну вот, прилагаем фотографию, посмотрите, что он написал на здании. Ну, там написано «Путин», ну и, соответственно, свое, наверное, личное мнение по поводу руководителя нашей страны. Естественно, эту новость понесли очень много различных медиаресурсов, и, естественно, Роскомнадзор во многие эти медиаресурсы прислал следующее предупреждение. Зачитываю. Настоящим информируем, что по адресу распространяются материалы, оскорбляющие в неприличной форме человеческое достоинство, общественную нравственность, а также выражающие явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, то есть нарушающие положение статьи 15.1-1 федерального закона об информации, информационных технологиях, о защите информации. Ну и, собственно, пользователь, который запустил в свой Телеграм-канал это изображение, решил его не удалять. Ему сначала написали это письмо, которое он зачитал дальше, ему позвонили и сказали, что, ну, пожалуй, тебе бы стоило это удалить. На данный момент он ничего не удалил, и теперь дело запущено, и будем смотреть и наблюдать за ним, как будут разворачиваться события далее. А знаете, что самое интересное в этой ситуации? А дело в том, что человек, который сделал факт вандализма, скорее всего, даже не будет пойма. Ну, а как вы его найдете? Вряд ли там, даже если есть камеры видеонаблюдения, скорее всего, лицо они не смогут увидеть. Каким-либо образом его найти просто будет очень сложно. А вот человек, который просто запустил фотографию в своем медиаресурсе, показал факт проявления вандализма, теперь имеет проблемы с Роскомнадзором. И ему грозит конкретно серьезный штраф, ну, и конкретно неприятности. И здесь появляются двойные стандарты и такие своеобразные качели, которые регулярно происходят с законами в нашей стране. Что ж, я считаю, что нужно максимально огласку придавать этому делу и смотреть за процессом дальше, что будет происходить. Просто интересно. Телеграм стал популярнее во Франции, все благодаря одному блогеру, которого зовут Акабейб. И вся причина в том, что его контент не поощрялся многими правилами сервисов, где он его размещал. И, соответственно, он разместил через пару недель, после того, как вообще не публиковал контент, в своем Телеграме хэштег... В своем Твиттере, прошу прощения, хэштег Телеграм Акабейб. И вуаля! Телеграм получает десятки тысяч скачиваний во французском Апсторе и выходит в топ-1. И стоит заметить, что Телеграм впервые вошел в топ-150 вообще во всех приложениях Апстора касательно Франции. И, Павел Дуров, бери на заметку, возможно, это интересная гипотеза с точки зрения продвижения своего продукта. Брать блогеров, мотивировать их делать контент, который не поощряет другие площадки и поощрять непосредственно в этом ресурсе. Но нужно ли оно вообще в принципе сервису? Я думаю, что здесь лучше всего ответят наши зрители в комментариях, поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Стоит ли популяризировать контент и Телеграм в принципе именно таким образом, достаточно провокационным? Не получит ли тогда Телеграм репутацию такого сервиса, который позволяет творить всякую дичь, а не популяризировать, например, такой интересный контент и познавательный, например, как Кот Дурова? Друзья, на этом все. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Я всех очень сильно жду на нем. Мы хотим запускать классные проекты, поэтому нужна ваша поддержка обязательно. Более того, читайте новости. Все самые интересные есть по ссылке в описании и подписывайтесь на Телеграм-канал Кот Дурова. До новых встреч. Пока! Подписывайтесь на Кот Дурова в Телеграм и во Вконтакте, чтобы всегда быть в курсе интересных новостей.